Всем привет ребят, с вами Бакс. У нас тут Outlast. Прям рифм получилось. Вышла русская озвучка. Не ожидал, если честно. Я смотрел часть озвучки на видосике. И честно говоря, не то чтобы я впечатлился, но как-то мне было, ну не знаю, честно говоря так себе. Ну проверим, это была пробная версия. Там озвучивали этого бешеного докторишку с ножом. Я думаю, каждый уже успел пройти её. Каждый уже знает о чём Outlast. Чуть ли не одна из самых страшных игр за всё время. В игре Outlast встречаются сцены насилия, ттттт. Всё это я читал, знаю. Я проходил ведь её. Да, вненько уже. На старом канале можно найти прохождение. Смотреть не советую, хотя, ну это, на любителя, честно говоря. Я бы даже перепрошёл её. Так, что мы сейчас сделаем? Так, звук. Здесь нет отдельно голоса, отдельно музыки, допустим. Это полезная функция была бы. Если бы она была, конечно. Нет здесь такой. Звук общий. А чё я хотел сделать? Так. Хотел мышку поменьше сделать. Чувствительность взгляда. Как-нибудь вот так, что ли? Конфигурация геймпада ставить не буду, не хочу геймпад. С мышкой удобнее. Кроме того, если сегодня вечером вы соберёте прогуляться, то сможете наблюдать вертолёты и... Так, наблюдать вертолёты. А субтитры тоже. Многие хитрецы додумались сделать для игры вторую концовку. Точнее, смонтировать её. Чувак приезжает на машине и потом... Уезжает. Вот, собственно, и всё. Приехал, уехал. Никаких там этих самых не будет. Побегушек. Многие спорят вообще. Вторая концовка-то, она по-любому есть. Она есть. Многие даже говорят, насмотревшись всякой фигни на ютубе. Но нет здесь второй концовки. Концовка всего лишь одна. Чего хотите, то и делайте. Также, по-моему, они озвучили ещё и дополнение сразу же. Ну, я прочитаю, конечно, я не буду перечитывать даты, кому тема и т.д. Мы читаем сразу текст. Мы незнакомы, но я ваш давний поклонник. Стараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я две недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрических исследованиях Мерков в Маунт-Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении. И сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю. Не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. И мы должны всё это снять. Как вы заметили, графику я поставил на самую высокую. Раньше я не мог себе такого позволить. ФПС просто идеальный. Можно поставить всё на высокое прям. Идеально, чтобы было. Эффекты. Тени. Ну, тени, в принципе, и так неплохие. Тени много хавают. Поэтому, я думаю, не буду ставить ещё выше. Озвучивали, по-моему, непрофессиональные ребята. То есть, ну это опять же. Не какая-то официальная вокализация. Но я думаю, они особо не накосячили. Тоже будет, думаю. Хоть как-то. Слушабельно. Так, это мы перечитывали. Нам показывают, что на эту кнопку мы можем читать заметки и документы. Отсюда мы больше не выйдем. Слишком быстрая чувствительность мышки. До сих пор. Так, вот так пойдёт. А громкость я поставил. Ну, тут как бы ничего особо не меняется, да, ведь? То есть, чтобы меня в наушниках, как бы, потом я ещё на записи, чтобы не было слишком громко, чтобы я сильно не уменьшал игру. И чтобы микрофон не оставался в меньшинстве. Прямо-таки совсем. Так, ну тут смотреть нечего. Пойдём дальше. Левая кнопка мыши. Ага. В этом видосике я посмотрю... В этой серии мы посмотрим на озвучку обычного Outlast'а. Не знаю, сколько там выйдет, но... Постараюсь подольше. А потом... Вистер Блау... Его тоже посмотрим. Вот мне не сильно нравится размытие вообще в играх. Вообще никоим образом, но... В этой игре оно просто необходимо. Смотрится эффектно во всяких побегах, допустим. Мышка всё равно быстрая слишком. Я уже сколько уменьшил, она всё равно, как бы, мне некомфортна. Сейвик. Так, ну и подъём. Там заперто. Даже подходить к эльвире не стоило, потому что вы сами знаете, что она заперта. Позволяет приближать и отдалять. Тоже известно. То есть я, в принципе, помню почти все пугалки, почти все скримеры, которые будут. Смотрим на графончик. На очень высоком он, честно говоря, не сильно впечатляет. Если вы, допустим, смотрите видео не в полный экран, то вам, возможно, будет... ...более чётко видно. Более чётко детализировано. Ну и всё. Путь всего один. Приехали. Ну жми давай. А, камера, точно. С ней всю игру ходить нужно. Иначе не проживёшь. Но батарейки тоже нужны. Потому что без батареек мы светить будем недолго. Сейчас будет. Помню, помню. Всё хорошо помню. Даже если учесть, что я проходил, я после этого ещё у других смотрел. Так что точно помню. Ничего интересного. Но, в принципе, мы смотрим не ради того, чтобы посмотреть, да, на Иру саму, а ради озвучки. Пока что никто особо не разговаривает. Не то чтобы особо, там только радио вначале говорило. Больше некого. Так, батареечка. Документы, которые мы хоть не будем перечитать, потому что всё это уже все читали. Все всё знают. Это уже неинтересно. В одном из кабинетов лежали бумаги, я точно помню. Видимо, не в этом. Так, ну и снимать, разумеется, будем. Чё без камеры отходим? Во, вот здесь. Ну, типа я прочитал. Я примерно помню. Чуть-чуть. Добрый день. Меня в туалет не пустят. Не сильно-то и хотелось. Ну, вы поняли. Вот что это такое, а? Как я понимаю, даётся вместе с... С чем? Какой-то новый вид колы. И закуска к ней. Не представляю, что это. Просто не представляю. Ни на что не похоже. Так, ну чё, ещё эффекты поставим побольше, да, Вич? Сложность у меня высокая стоит. Есть нормальная, есть кошмарная. Но нормально я уже приходил, поэтому... Чё нам? Низкую это ставить? То бишь нормальную, потому что всего три уровня сложности. А по-моему было больше. Там, по-моему, было четыре, что ли? Да, хорошо. Очень высоко. Тени на очень высоко ставить не будем, я хочу... Я хочу, чтобы у меня не было проседаний. Чтоб мы нормально, идеально. А, пробежались. Это я знаю. Но я не буду говорить пугающие моменты. Здесь кое-кого повесили. Причём ни одного. И причём повесили не так, как вы. Представляете себе. Вот музыка так давит, так орёт. Прямо же раздражает немного. Поздороваемся. Они перебили нас. Вычислили. Варианты. С ними нельзя бороться. Прячьтесь. Главные ворота можно открыть из диспетчерской службы безопасности. А... А... Убирайтесь нахрен из этого проклятого места. Вот как можно, веся на крюке, так долго прожить, а? Тем более, что крюк, где он вообще? Он там стоит. Он тупо насквозь. Это нереально вообще. Он говорит, по идее, о ком? О пациентах или о том, кто... Будет в конце. Толстячок. Тоже поздравимся с ним скоро. Пока ещё не время. Ну чё, к нему пойдём? Да, блин, пусти меня. Здесь, по-моему, не пройти, да ведь? Пуджик от нас ушёл. В комнату А-205. Портреты каких-то... Какой-то портрет, насколько я знаю. Того самого докторишки, что ли? В его... В лучшие годы. В лучший его вид. Здесь, по-моему, вообще есть какие-то отсылки. То есть... Люди на портретах там. Кто-то с пациентов, допустим, из нынешних. Или... Из тех, кто превратился... Не в того, в кого надо. Ну, короче, там... Ладно, хрен с ними. Пойдём. О, ФПС, ты чё? Чё с тобой такое? Во, всё. Привет. Какой прикольный голос. Тебе подходят. Прилетели. С мягкой посадкой. Во. Хочу твой голос услышать. Прям очень хочу. Привет. А это ещё кто? Новый пациент. Я... Понимаю. Всевышний послал мне апостола. Да направит тебя дла, божья сына. Там написано А, понимаю, а не я. Он ведь тоже, по идее, один из пациентов, да, ведь? Или он, по-моему, просто пастырил, ну... Там, как он там, типа святого отца. Выберетесь из лечебницы, откройте главную дверь. И типа отсюда выйдите. Но вы понимаете, что это бесполезно. Какой там выйти? Это нужно сделать там якобы с помощью... Каких-то кнопочек, рычагов. Так, свежее мясо. Кишлочки. Прям вот, прям, крупным планом. Попали мы в ад. Бывает, так. Это ведь новенькая, да? Которая я подобрал только что. Невзирая на последствия. Так, вы не против, если я здесь пройдусь? Посвечу. Посмотрю. Че, где и куда. Батареечка кончается. Ну, пока что менять не будем. Пока что есть, то есть. Вот в последний момент я выключу. А пока что не хочу. Заклинуть за угол. Но я не хочу, потому что я знаю, что будет. Привет, чувак. Как твои делишки? Ты вроде бы не инвалид. Хотя тощий капец. Где твой нос? Покажи мне свой нос. Он у тебя есть? Ну, что-то похожее на нос имеется. Знаете, эти пациенты все напоминают мне людей, обезображенных из игрушки Condemned. Вот прям вообще. Вот раньше не напоминали, а сейчас напоминают. Ведь прям идеально. Чуваки смотрят на белый шум. Приуныл. Чувак немножко приуныл. А может там только музыка. Так, нужно почитать. Это не то. Кнопку не помню. Вот честно, не помню кнопку. Это я понимаю. А, вот, заметки, да, ведь? Я внутри... А, ну это перечитывать. Стоит ли? Не думаю. Но это будет поинтереснее, чем читать документы. Овощи сидят кучкой и пялится в пустой экран. Выглядят как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло. Но похоже на чердаке у них совсем пусто. Ну, в смысле, отупели совсем. Смотрите в зомби ящик столько времени. Тем более в пустом экране. От этого ты не только потупеешь. Ты еще и овощем станешь. Ну, это... Тупение это и есть. Становление овощем. Но не настолько быстро. Там ведь годами с ними происходят подобные вещи. Карта доступа. Мы еще не находили места. Куда бы она понадобилась. Но я знаю, где это. Ну, собственно, и все. Покидаем это место. Ребята не собираются с нами здороваться. Никак с нами взаимодействовать. Но нам лучше. Можно на них посмотреть какным планом. Не сказал бы что-то интересное, но... Почему бы и нет. 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 Что там говорит? Нет, нет. Непонятно, что он имеет в виду. Привет, дружок. Вытащи их, пожалуйста. Кто-то отрвет. Вырви их. Ты должен мне помочь. Голосок, конечно, у тебя ничего не скажешь. Замученный, всесезонный. Ну, разумеется, я знал, что он сейчас на меня напрягнет. Я ведь все это помню. Обида. Где все батарейки? Я все хожу-хожу, батареек больше не нахожу. Вон. Кажется, батарейка, да, или что это такое? А, это комп. Серьезно, батарейки я больше не вижу нигде. Не хочу пока что и ничего заменять. До последнего будем так ходить. Редко я их нахожу. До этого находил. Сейчас вот столько... Сколько хожу. Но, опять же, ни одной не нахожу. В нужное место мы сходили. Я, собственно, и не помнил, что оно самое нужное. Я просто пошел на обум. В одно из мест. И взял нужную... Нужную нам герточку. Там кто-то есть, или мне кажется? Ну, там что-то показалось. Ну, только лишь показалось. Вот у меня после записи всегда все намного светлее, чем... С мягкой посадкой. У меня на записи... После записи все намного ярче на видосике, чем лично у меня. Я здесь. Давай поговорим. Чем у меня вот здесь, да. На видосах ярче все. Не знаю, почему, но вот так. Поэтому я вношаю... Вон там, аж брызнула. Рассчитал. Меня решили запереть. Сегодня у нас, как бы, ну... Хор страшно должно быть, но... Так. Как-то не алло. Витнес. Не знаю, как переводится витнес. Впервые такое слово вижу. Знаю, Витчес, Ведьмы. А, витнес. Или Даркнесс, допустим. Что-то связанное с тьмой. Такая игрушка даже есть. Охренительная. Вот. Нужное место. Комната безопасности. Секьюрити. Мертвый охранник. Там, где можно спрятаться. Мы еще пока что ни разу не прятались, потому что... Нам это не нужно. Мы ничего не боимся. Мы ни от кого пока что не бегали еще. Скоро начнется. Скоро все. Узлом системы. Пока что. Святой отец. Зачем вы это сделали? Перезапустите генератор в подвале. Так, ты сдерживайся, а я посижу здесь. Спрячьтесь в шкафчике. Ну да. Я спрятался. Ждем. Сейчас он пошурдит. Нормальный голос вообще. О, засчетная озвучка. В плане озвучивания. Как там зовут-то, я не помню. Билли, да. Это Билли. Если кто не знает. Ну, я могу ошибаться. Но, по-моему, зовут Билли. Или это призрак и Билли звали. Я что-то запутался. Ну, короче, у него есть имя. Он... Превратился вот в такого ненормального. Вот, пойдет. Бегать нам больше не нужно. Нужно спуститься в подвал. Шурдить. Тут везде каждый дверь и проверять, как бы. Ну, разве что на батарейке. Вот, не более. Бумажки там всякие еще. Которые я не хочу перечитывать. Нажимаешь на G, и у тебя сразу открывается нужная бумага. Которая я только что поднабрал. Не хочу ничего читать. Слишком долго все это. Единственное, что я хочу, это батарейки. Но батареек мне не дают. Так, дверь напротив. Заперто. Здесь заперелся один из пациентов. Которого мы видели издалека. Ну и, собственно, все. Капец, потемнело. Нам на этаж ниже. Тут даже не этаж. Это уже там, где земля. На уровне грунта. Или, как там говорится. Еще одна бумажка. Не хочу, не буду. Лучше почитай свои заметки. Если есть. Я внутри. Но это уже, как бы, я выбирал. Должен был это прочесть. Оно все еще почему-то не серенькое. То есть оно как бы непрозрачное. Как будто я не прочел это все еще. Чего-то подозрительно. Я так понимаю, батареек меньше, потому что я поставил высокий уровень сложности. Теперь их реально будет меньше. И мне надо пореже ее использовать. Светилочку мою. Фонарик. Но без него нельзя. А пройти здесь просто нереально. Тут ничего не видишь. Так. Два бензонасоса. Центральный. Какой-то там еще. Приветики. Так. Сначала сходим вот сюда. Чего интересного здесь находим? Че такое? Че-то было пока это шкафчики. К шкафчикам относятся. Какая-то бумага. Вот здесь батарейку спрятать было бы самое то. Прямо-таки укромное место. Сейчас нам, по идее, выходить не стоит, да? Лич. Знаете почему? Вот поэтому. Я пока что, по сути, уже здесь. Переждем момент. Я знаю, что он придет сюда, а все везде обоюза смотрит. Скажет нам пару ласковых. Ты ведь скажешь? Я вот ничего не вижу, если честно. Ну, вот так виднее. Но он тупой, ему все равно. То, что он проходит мимо батарейки, ему как-то вообще по барабану. А, проверяя один шкафчик, они не проверяют остальные. То есть такая фишка. Ну, или обычно они проверяют именно тот, в котором не находитесь вы. Специально как бы. Чтоб вы выжили. Хоть как-то. Он поди, исчез. Тихо, спокойно. Батарея кончается. Шкафчики имеются. Ну и больше ничего не имеется. Где батареи-то все, а? Я понимаю, что это высокий уровень сложности, но, блин. Я не вижу ничего. Где мой? Вот он. Да ты гонишь. Че, все, да? Это и есть высокий уровень сложности? Я тупо попался ему лицом к лицу и сдох от одного удара. Точнее, от двух. Я просто не успел убежать-то. В западню попал. А че, блин, там меня ослепили. Я не мог. Я не видел ничего. Батарейка кончилась. Внезапно. Опять заново все. Ну, конечно. Сейчас быстро все будет. Максимально быстро. Пять минут почему-то показывают у меня. Ну, я снимал всего пять минут, по идее. Хм. На камеру-то. Вот мы слышим, как он долбится. Сейчас на трену гости. Мы можем сразу выйти. Как только он уйдет, разумеется. Пережду. Для вас. Мне, если честно, никогда не нравилось смотреть на то, как летсплейщики постоянно шкирятся в шкафчиках, как они постоянно всего боятся, там, по углам бегают вечно. То есть, тупо, как бы, вообще. Нехорошо получается, что ты смотришь на то, как они постоянно прячутся. То есть, смотреть такую игру у них... Это вообще не алло. Тут спрятаться негде, в принципе. Может, не стоит? Я вот, честно говоря, не хочу. Ты реально уходишь? Ты реально такой тупой? Серьезно? Да уж. Ожидал большего. Я сразу тогда пошел в ту сторону, хотя требовалось пойти сюда сначала. Какой я молодец. Беги! Мать твою. Так. Прощай. Инвиз. Мод он. И переждание. Если честно, дохнуть не очень хочется. Сейчас надо открыть шкафчик слева. Увидит, что меня нету и... свалит отсюда. Да, ведь? Ну, а я о чем говорю? Ты ушел? Да по-любасу. Так. Теперь... Так, батареечка. Батареечка. Найдена батарея. Показалось. В этом месте тоже можно немножко переждать. Еще одна батарейка. Как ни странно. Такс. Давай только... Опять в лоб-лоб, чтобы не встретиться. А то было дело. Вставляю батарейку и вставить даже не успел. Так, здесь у нас рычаг для включения топлива. Точнее, электричество. Чтобы свет появился. Сейчас к нам придут гости. Это почти... 100%. Я побегу обратно, чтобы... спрятаться в шкафчике. В шкафчике там неспроста. Батареечка где-то здесь должна быть. Но, видимо, на высоком уровне сложности ее здесь нету. зато есть он. Товареныш. Где чё? Ничего не вижу вообще. Ничего не понимаю. Да, я не... Ой, боже мой. Это я хотел нормально, быстро приближаться. Вообще, зачем я поставил высокий, если я тут ради озвучки, а не ради прохождения? Ведь серьезно. Почувствовал у себя. Хрен знает кем. Ой, да, меня еще бесило постоянно. Заново все везде обходишь. Ну, тут такие редкие чекпоинты. Может из-за уровня сложности, может быть из-за... того, что такая игра, я хрен знает. Реально заново, да, все везде обходить? Ну, капец. Так, я тут отсидел, маленько подождал. Чувак ушел. Нормальный уровень сложности. Надеюсь, париться особо не будем больше. Попался он мне навстречу тогда. Ну и сейчас он, разумеется, тоже. Бля, ну бесит меня все это. Чувак, давай ты развернешься и мы с тобой разойдемся. Привет. Да, привет, привет. Можно я пройду? Бесит, что он потом после этого бегает, перестает и ходит, как инвалид. Зашипись, я сдох. Все, прощайтесь. Ну, перепрыгивай. В конце-то концов. Блять. Я... Все, у меня все бесит вообще. Четвертый раз в одном месте. Уже на нормальном уровне сложности. Без проблем вообще нельзя, да? У меня дичайший бест, когда в играх приходится по несколько раз проходить одно и то же место. Он опять перебежал в той комнате с рычагом. Придется подождать, пока он уйдет. И чтобы он ушел далеко, куда-нибудь подальше, чтобы я за ним от него не бегал постоянно. Сейчас пробежимся. И тут ради озвучки или ради беготни? Утопа, укажись. Свобода временна. Пока что свобода. Вообще, я поеду нужно отсюда уходить, да? То есть, мне нужно возвращаться. Что? Никакого. Нет никакого черта. Я постою за дверью. Сижу точнее. Пока он там гуляет, раздумывают. Куда ему прийти? Тьма. Тьмущая. Да и не говори. Четыре раза отправлялся. Ты помогал мне в этом. Правда, я тебе спасибо не скажу, но... Тоже молодец. Так, ну я все сделал. Ты кидавай. Врубай. Теперь отсюда ухожу. Мое время здесь закончено. Так, возвращаемся тем же путем. Батареи, кстати, больше нету, ведь, да? Может, я плохо все обыскал, но больше не хочу. Так, в то же самое место с компами. Тыкаем на кнопочку снова, да? Клавиатура. Нажимаем и... Прости, мой сын. Я не хотел с тобой так поступить. Но тебе пока нельзя уходить. Ты еще много чего не увидел. Голос ему совсем не подходит, да? Слышишь ли ты? Сможешь ли? Вообще не подходит никак. Наши валеридера врываются в неверующих. Лишь истина выведет тебя отсюда, вон. Я висую сущую правду. И все двери откроются перед тобой. Как бы мне пока что нравится озвучка всех, кроме него. Мы еще не так много посмотрели, там сейчас будут еще братья, близнецы с пищунами. Вот мы их тоже послушаем. Может быть, там будут какие-то схожие голоса. В каких-нибудь моментах будут озвучивать одни и те же люди, допустим. Ну, а теперь мы прямо в центре психушки. В изоляционных камерах с мягкими стенами. Ну, совсем мягким. И кто ответит? А для чего в других камерах делают мягкие стены? То есть, с таким волокном. Ответ прост, но сможете ли вы ответить? Покойся с миром. То же самое, то же самое. Привет-привет. Благодарю. Назад! Отойди! Отвали от меня нахрен! Что ты зыришь? Нефиг на меня бялиться! Что-то как-то ты вообще... Не алло. Где у нас там... Вот еще. Здесь можно посмотреть, нам что-то вообще ничего не видно. Зеркалушкой разбили. Чувак только что разбил его. Привет. Привет. Красавчик. Вообще, прям вот... Жених. Так. Здесь чувак кого-то съел, да? Прям все органы. Вот представьте, у вас осталось только глаз и немножко зубов. Все, что осталось от лица. Это просто невероятно. Привет. Во. Наверное, один из людей отца Мартина. Возможно. Кажись, нервничай. Я бы его грохнул. Его голос нравится, твой не очень. Собедник просил не трогать его. Это нелебезно. Только не здесь. Дадим ему фору? А это идея. А когда убьем его? Сделаем это медленно. Какое терпение. Хочу его язык. И печень. Они твои. Что-то поменялось резко, да? Резко в моменте, в конце он начал говорить его голос, а вот этот его. То есть как-то тупо сменилось резко. все. Ну, у них прикольные голоса. Ну, только у одного из них. У второго так. Ну, поет, в принципе. Выглядишь, словно психу видал. Причем ни одного. Здесь их много. Пусто. Ой, прям беспалево там. Встал. Спрятался. Ты что меня отлукаешь? Я с тобой не ссорился. Я думал, мы друзья здесь. Тю-тью. Так, есть что полезное, а? Есть у кого что полезное? Он у чувака. Из чувака сделали средний род. Всего перешили. Так, чувак решил поспать, полежать в кроватке в своей никогошеньке. Так, ну, немного еще осталось, в принципе. Тоже чувак спит. А здесь тоже никого. Здесь, наверное, поздороваются сейчас. Нет, не здесь. Во, вот здесь он, чувак. Чувак, ты думаешь, я тебя не вижу, что ли? Смотрите. Бац! Ты что? Чувак сломался, походу. К стене присвонился и забылся совсем. Окей. Что это я сделал? Нет! Батарейки поменял. Причем уже, по-моему, не одну. Чувак, чем ты там встал, а? Ты должен меня напугать. Я открываю дверь, поворачиваюсь, тут ты, бац, появляешься. Не хочет. Ладно. Чувак башкой бьется. Я подъем выше. А, ну я зря спустился, да, походу. Тут делать нечего. Эти меня все еще ждут. А, стоп. Одна из них открывается, по-моему, нет? Вот в одну из них меня напугает, походу. Я попадаюсь открыть дверь, и в итоге нифига не откроется. Плохо кому-то Пойдем узнаем, кому. Помню в этом моменте я обосрался. Здесь пережил. Какого хрена тебе надо? Ребята, кто же тебя назвал? Долбаный вращенец. Че? Нравится пялиться? Придурок! Больной! Я больной. Себя-то видел в зеркале, нет? Ребята, путаете что-то вообще? Скажи, я. Там было я. Я, он не говорит. Некуда идти здесь. Так. Один из... Как там называют, о котором всех везде стражей с тюрьмами? Не помню, если честно. Так, на выступ встать. Так, культурно уселся вообще? Я чувствую. Ты не раздался, пока он кончил. Я и для тебя оставил нужную. Только погоди. Че? Нет, спасибо, я пойду дальше. Ты мне не нужен. Как любой из вас. Вог всегда. Че-то там, может, правильный... Правильный путь. Кровие. Правильный путь с кровью. Связан с... Не знаю, что связан с кровью очень. I know speak English. I speak very bad. Так, там мы окажемся позже. Когда не помню, но позже. Блок А. Отдвигаемся дальше. Привет. Че интересного написал? Поговори, может? Не хочешь? Так, вниз... А, вниз... Дрейн... Не помню, че там. Типа... Течь... Вытечка... Дрейн переводится как-то так. Так, кто еще, интересно, здесь есть? Вон, чувак. Это были не эксперименты, а ритуалы. Черная магия. Темная, чувак, темная. Не так, чтобы черная, а темная. Ведь так пишут в субтитрах. Кому я должен больше верить? Тебе или... То, что напишут... Снизу... Сами разработчики. Кто из вас врет? Хех. Это делать нечего. И здесь не пускают. Сейчас снова будем бегать. Че там делаешь с ним, а? Прекращай эти дела. Мне нужно найти там кого-то. Чего-то. Так, кончаются батарейки. Посты пока что я. Веди себя тише. Я знаю, я знаю, чувак. Не буду рыпаться, не буду к тебе подходить. Пойду по своим делишкам. Взял батарейку. Пойду, пройдусь. Че так же столько-то, а? Мог и потише. Так. Какие люди в Голливуде? Чувак, помочь не хочешь? Там твой браток на меня напал. Скажи ему, что мы с тобой друзья. Что мы не воюем между собой. А то он, кажется, не понимает. Окей, шкафчики имеются. Я все вижу, есть свет. Я знаю, куда он уйдет. Я знаю, когда он придет. Придет он сейчас. А уйдет маленько позже. Да не надо. Вот сейчас он уходит. Мне нужно маленько перейти чуть-чуть больше, чтобы он ушел подальше. Потому что, когда я выхожу обычно, я иду обратно, я сразу встречаю. Я думал, ты ушел через дверь. Ты че меня обманываешь, а? Да, твою мать. Все, гуляй. Что интересного там было вообще? Что тут сделать можно? Так, дверь железная. Пип. Я пока что здесь посижу. Переждем. Что-то особо как-то озвучку заценивать не приходится. Ты постоянно бегаешь, ходишь, гуляешь. И иногда они что-то базарят. Как сейчас нам написано снизу, но он ничего не говорит. Либо я не услышал. Но он ничего не говорил, прям реально. Инфо 100. Их тут двое. Почему двое-то? Один из вас... Мне бы я был не опасен. Он и спрятался в ногу. Он и спрятался в ногу. Пиздует отсюда. Я сам бы и не прочь. Только вы не мешаете. Ждем, 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 ждем. Все, выходим. Время пришло. Путь дальше открыт. Это кто? Это кто? Это где это? Чувак, ты... Давай. А. Ясно. Ну, выдай я пройду. Потом тут поговоришь со всеми. Кто-то где-то рядом. Так я не понял, мне сюда или не сюда? Не, вот тут батарейка имеется. Пусти меня. Точно, это же тот самый, да, который он там стоял, точно. Меня он не трогает, мой браток теперь, кореш мой. Если что, брат за брата. За основу взято. Сразу пускают. Так, ну что, еще буквально минут 10 и мы закончим, я думаю. Мы были более чем справедливы. Обращайте терпение. Усмирили все свои желания. Но теперь, прямо сейчас, теперь-то мы себя побалуем. Да. Его язык и печень твои. Твои. Да вы че? Вы че, петушки? Попутали что ли? Так, мне там пройти, по-моему, нужно в окно. Которое справа от меня. Пока они мечтают здесь. В общем, ребятки. Так, ты с волосами, ты бес. Давай я запомню, да? А, тот, который с волосами, по-моему, грубее разговаривает. Так, пройти комнату безопасности не можем. Никакой безопасности. Даже думать не надо. Да они вообще беспалевы, да? Вот, не заметили, что я в окно выпрыгивал. Что я, возможно, пытаюсь их обхитрить. Или, может, они настолько тупые. Там, по-моему, больше не видно вообще. С той стороны-то. Я чувствую. Никого не видно. Здесь не работает, а не. Так, здесь мы сразу полезем выше потом. Не, стоп. Сначала погуляем здесь. Карточка нужна, ну, разумеется. Так, кто-то помер. Батареечку ставим. Здесь можно пройти без толку. Не хочу никуда ходить, поэтому я сразу пойду в окно. Мы сразу нажимаем кнопку и спасаемся. Пока что еще нет, но прямо сейчас мы будем сплосаться. Документики. Сейчас или не сейчас, я не помню. В каком-то из этих мест. Не, не здесь, не здесь. Оказывается, не здесь. Место очень похожее. Нет, стоп, подожди. Я вообще где? Где приход? Вот он здесь. Много наших знакомых. Заметно, как ты сдерживаешься. Ты сдержался, чтобы не сожрать ее, что ли? А мне куда? Там толстячок наш бегает. Наш старый знакомый. Мне идти ты больше некуда. По идее. Здесь не пройдешь. Тут не пройдешь. Там все разбегаются. Каждый свое место ищет. Вот, телки мне указывают, да? Вот якобы мне вот сюда. Нет у меня карты доступа. Вот нету и все. Где я возьму ее? Это вообще не жмякается никак. У тебя что ли здесь может валяется где-то? А то я вот, честно говоря, не помню. Упустил здесь. Вот, по-любому, да, ведь? Где-то она здесь лежит. Иначе и быть не может. В дверь не прошел. Нет. Батареечка. Все. Я потерялся. Не знаю, что делать дальше. Нечего делать дальше. Вот так кнопки не нажимает. Ничего не нажимает. Я все везде обошел там. Я такой думаю, почему-то не пойти дальше, да? Дальше пойти нельзя. Вот, конечный ход. Все понятно. Так просто и не заметишь. В душевой потопали. Так, это у нас вот здесь. Шаурс. Так. Посветлее стало маленько. Так, сейчас, сейчас. Не бегает, да? Дальше. У нас на виду потопали. У нас гости сейчас появятся. Появились уже. Боже мой, он исчез. Да не говори вообще. Пропал мы следа. Это что? Самая неизвестность. Да, так и есть. Думаете, на виду. Они такие серьезные. И идут пиццы. А давайте вытащим его и скроем ему пуза. Погоди. Целых две минутки. У меня больше времени будет. Так, батареек не вижу. Мне кажется, за мной бегут. Оставайтесь здесь. А мне куда не подскажете? А то я вот что-то не пойму. А, вот сюда. Ну вот, собственно, отсюда мы сейчас побежим. То самое место. Помню, помню. Какие люди. Вот тебя еще не хватало. Я думаю, там будут они. Я просто не помню, кто там будет. Там, кажется, он. Он еще не пробил, а я уже ушел. Так, заранее. Сделаем, что нужно. И... В путь. Только вот куда. А, ясно. Все. Все предельно ясно. Предельно. Не подгорело, ничего. Потушился. Приятного аппетита. Господа. Так потемнело, что вот вообще ничего не видно. Вот лично мне. Я так и думаю, что на этом месте можно закончить осмотр обычного аутласта. Снимите озвучку как хотите. Он уже здесь. Он снова здесь. Мне придется от него снова бежать. Ну, не хочу. Вы этого зачетно озвучили. Пока что лучший вариант из всех. В общем, ждем Вистер Блауэр. Его я сниму сразу после этого. И выложу, скорее всего, на следующий день. Ну, а на это пока что ставьте лайки, комментируйте. А пока что я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До встречи. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok